А что, если найти девушку в Рублокс? Я не знаю, хорошая была ли эта идея, но из этого что-то вышло. И знаете, куда я зашел? Конечно же, в бальные танцы, которые вы мне показали на стриме. Стратегия была довольно проста. Подойти к рандомной девочке и, конечно же, заинтересовать ее. Написав чатик, еще девушку. Ну и, конечно же, зафлексить. И кто бы мог подумать, моя тактика сработала. Мне ответили две девочки из Рублокс. What the fuck? И мы начали активно чатиться. И я использовал все силы свыше, чтобы завладеть их вниманием. Таким образом, на рандоме в чате в бальных танцах мы нашли двух девочек. Рыбка баллась на крючок. Конечно же, я их пригласил быстренько в Телеграм. Если что, ссылочка под видео. И в Дискордик. Сначала они не хотели соглашаться, потому что очень скромничали. Но потом оказалось, что они подружки. И я их еле как уговорил. Раздует! И начало волос. Привет, слышно меня? Че? Серьезно? Из всех ответов она выбрала... Че? Привет, слышно меня? Да. Как дела? Нормально. Ну, нормально, в принципе. Да, что сегодня делали? Ну, ели. Как вы поняли, по этому неловкому разговору, это не постанова. И я не пикап мастер. Да. А чего такие скромняшки-то вы че? Вы же жиллбокс играете, это же игра богов. Там не скромняшек. Смотри, мы там танцуем как, ё-моё. Да мы зажигаем. Тя зовут имя настоящее. Меня Ваня зовут. Аня. Офигеть, да это же комбо. Аня, Ваня. Меня Полина зовут. Алина? Алина. Ну, какое у тебя грациозное имя. Да. А я недавно подруге Полине Болоса поджег. О май гад. Он не со мной, он не со мной. А кто это, спросите вы? Да, это он. Просто он оказался в нужное время, в нужном месте. Он не со мной, он не со мной. Ничего не делал. Ну, я так же делаю Полине. Мы собрались на второй этаж и разговаривали о бытии. А я в Рублокс вообще недавно начал играть, я раньше никогда не играл в Рублокс. Я играла с 2017 или с 2016? Я вообще. Я с 2016, это было очень давно. Офигеть. Я когда-то очень в долгий период не играла. Потому что никогда он надоел. Ведь я в него начала играть из-за того, что моя сестра сказала, что давай играть. Я играла вообще для начала. Мой первый аккаунт был создан в 2017, просьба. Я играла вообще непонятно в что. Я его забросила на года 3-2. Потом начала опять играть. Я в 2016, подробно. У меня очень много аккаунтов. Просто первый аккаунт я забыла пароль. Второй аккаунт я тоже забыла пароль. Третий аккаунт его взломали. Этот аккаунт, слава богу, еще нет. Это, конечно, все очень интересно. А какие мальчики вам нравятся? Ну, какие характеры, я не знаю, внешность, я не знаю. Что у вас, какие-то предпочтения есть? У каждого же свой типаж. Ну, мне, по сути, нет. А? Ну, мне главное, чтобы, да. Чтобы доносил проблок. У меня главное то, что не было плохих привычек. Там, и чтоб еще не абьюзил их. А не абьюзил? Арбузеры. Арбузеры. Арбузер, да. Конечно же, сразу же залетели все в Рублокс мешать нашему свиданию. Девчонки, скажите, что у нас свидание, чтобы там люди, а то они там скидываются с балкона уже. Хорошо, сейчас. Напишите то, что у нас свидание. В китайозе пришел. What the fuck, что происходит? Потом я узнал, что тут есть рестик. Почему-то у нас свиданка не в рестике. Так и началась наша свиданка. Мы плали сразу в кафе, пошли. В кафе? Там кафе есть? Ну, там что-то наподобие того есть, но там, конечно, все не проработано. Блин, к пойдемте в кафе. Свидание должно быть в кафе. Садитесь, девочки. У нас общение должно быть на стуле. Мы же культурные. Так, давайте. Да, конечно, мы танцуем, а это вообще супер. Мы начали узнавать друг друга все ближе и ближе. Между прочим, Ваня у нас крутой. У него 35 ранг геншин. Серьезно? Такие крутые, кажется. А вы играете геншин, девочки? У меня 57 ранг. Нифига себе. 54. Прям задават. Вы вообще крутышки, оказывается. Афей, ну у нас настоящее свидание, я не знаю. Свидание с милашками. А я полчаса около Ани сижу, да? Ну все, Аня, ты моя. Ты согласна? Че, 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 че? Ну я подумала. Подумаешь? Чего? Подумаем? Подумаешь? Ну как, ну как, вот встань, встань, вот так, подумает она. Так, окей, я понял, я понял. Так, Полина, Полина, эй, ну-ка, ну-ка сядь. Полина, привет. Привет. Полина, жалко. Бедная Полина. В смысле, бедная, она самая счастливая. Посмотри на ее лицо, она просто счастлива. Она ошалела. Перевоплощение. Вот это я понимаю. А шо это вообще? Вы такие красивые сидите, девчонки, блин. А тут, а тут этот, одежда можно менять. А я какой-то некрасивый. Давайте я что-нибудь себе одену, чтобы я был джентльменом. А, одену. Поэтому вы мне и отказываете, да? Во, чекайте мой мой вид. Как вам? О, штаны крутые. Штаны? Это, я думал, это, я же трусы одел. Какие штаны? Вот же, трусы оранжевые. А шо за штаны? Я сейчас разденусь перед вами. Разрыв мозга. Я вроде бы джентльмен, но вроде бы я просто такой обычный мальчик. Нет, я просто забыл переодеть пижаму. Да-да. Не, ну что, они самые крутые. Это просто конференция в Зуме. Нифига себе. Это что за... А вы теперь, вы теперь вообще одинаковые. Мы в своих будем различать вообще. Тупо конеки, я не знаю. Ты конеки, смотри. Конеки, где-то гуль. Тысяча минус семь. Вы шо, не знаете такое, что ли? Да. Курсы залетел к нам просто на свидание. Шо за жесть вообще. Да, а я недавно гуль пересматривал. Я читала. У меня две манглес. Ты читаешь мангл? Я сейчас читаю, у человека не есть. Офигеть. У человека не было, кстати, классно, аниме. Да. Офигеть, почему я раньше не знал, что можно знакомиться в Роблоксе, и такие милашки здесь есть, которые вообще за все шарят. Реально. За геншин шарят, за аниме шарят, даже за гуля шарят. Что надо еще в жизни, в принципе? Действительно. Полина, а у тебя есть парень? Нет. А почему? Потому что. Ну, смотри, рядом с тобой такой джентльменчик, как бы. Я могу сказать, почему? Потому что Полина тормоз. Тормоз? И у меня классный. Полина, тебе, если что, напоминают, что то, что рядом с тобой, как бы... Джентльмен в пижаме, а и в галстуке. То есть, это такая заявочка, мощная, мне кажется. Как ты считаешь? Она танцует, она танцует. Опа, 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 опа. Это ответ хороший, мне кажется. Согласен, согласен. Блин, ну все, я рад. Мне кажется, что вы в прошлой жизни были сестры, либо какие-то там две белочки-подружки в лесу. Ну, мы одинаковые, потому что у нас одинаковое Почито. Да, которое я тебе подарила. Ну, не знаю. Только у меня больше Почито. Ну, и что? А что такое Почито? Это какая-то игра, да? Это вот собачка Бензапила. А, это этот маленький собачонок-демон, да? Да, да, да. Капец, что за вообще милашки пришли здесь? Я не знаю, я пойду куплю, очень вкусненькое. Мой любимый персонаж это Почито, потому что он самый крутой персонаж на свете. Согласен, согласен. Он милый и классный, важный. И он еще спас Денжи. А как вы считаете, вы мангу читали, да, получается? Я смотрела, я не читала мангу. Я читала мангу. Я смотрела и читала. У меня есть манга-человек-бензапила, и у меня еще есть очень много фигур всяких. А у меня есть манга по Гулю, по Сейлор Мун, по, как вы там, по дневнику будущему, еще какой-то там. Дневник будущего? И еще есть книжка по ФНАМ. А если я буду с тобой встречаться, ты будешь как Юна Гасай? Ну, по сути, да. Так, вы это не слышали. Перейдем к действительно важному вопросу. Вот вы смотрели Человека-бензапилу. Как вы относитесь к тому, что главный герой, его мечта была полопать бубсы? Ну, это позитивненько. Ну, это как бы... Ну, я думала, что... Хочу, хочу, хочу. Позитивненько? Но там самый крутой момент был, когда Химена наблевал Денжи в рот. Да. И начал немножечко присматриваться каждый из них. Сначала мне понравилась Аня. Ну, она отказала мне. Как мне теперь жить? Потом я понял то, что Полина это то самое. И пригласил, конечно же, на медляк. Все, ребят, вот это я понимаю, смотрите, что такое. Вот это настоящее свидание. Вот это не кухля-мухля. Все, я нашел свою девочку. Что нужно для жизни еще, в принципе. Можно еще, конечно, найти в другой там игре. Ну, в Плейсе, в Роблоксе. Но подробности мы лучше опустим. Может, пойдем что-то другое, а тут скучно достаточно. Но потом стало скучно. Как же быстро у девушек пропадает интерес. Но я парень. Мне нужно искать решение этого вопроса. И я предложил пойти на квест в реальной жизни. Да, я предложил пойти в Дорс. И они с радостью согласились. И это было весело. И началась новая история. Моментами я думал, какого фига? Я раньше не знал про Роблокс. Это же как раньше были копатели. Но с них все рофлили, а в Роблокс, оказывается, реально можно найти и друзей, и подружку. Офигеть. Я раньше думал, что Роблокс это просто игра для детей и ничего более. Как же я ошибался.